Привет друзья! Российские снайперы рассказали корреспонденту Саргону Хадая о своей боевой работе на Украине и применяемом оружии. Снайперы работают на дальность до двух километров российскими винтовками Labaev Dexale 4M «Севастополь» с эффективной дальностью поражения целей до 2800 метров и винтовкой Orsis GT20 компании «Промтехнология». С нее был установлен новый рекорд поражение цели на дистанции 5117 метров. Также используется австрийская винтовка Steyrmannlicher SSG 08 с эффективной дальностью стрельбы 2000 метров. Моменты поражения целей вырезаны из видео. Специфика как ночью подползти, вы лежите сутки двое, не двигаясь? Нет, нет, нет. Это все устаревшее с Великой Отечественной войны, с других войн. Сейчас идет совсем другая война и поэтому приходится развиваться и придумывать новые способы войны именно для работы снайперов. Работаем мы в основном это винтовка 338 либо 375 чейтак два калибра. В время необходимости используем две винтовки, берем с собой третий человек корректировщик. Корректировщик у нас работает СТОДО. Так же самая корректировка у нас все время происходит СТОДО. Это в тепловеденном режиме. Ночью работаю с пределективными насадками инфротеха 100-1. Все у нас две штуки прицелы над форсой. Так же самые два штуки. Патрон Орсисы стоит 285 грейм. В принципе достаточно себя очень хорошо показывает, но железо само по себе. Манлихер австрийское само за себя говорит. Болтовая винтовка на дистанцию 1500 метров работает уверенно. В тот момент мы сейчас работаем с винтовкой Севастополь. Это лобаевское производство 275 чейтак. Винтовка двух километров тоже показывает очень хорошо. Патрон тоже его производства. Китайская гляделка, тренога, завязанная с блютусом по Wi-Fi с телефона. У нас есть спортивника. Для того чтобы не отсвечивать, для того чтобы не отсвечивать и не выдавать свою позицию, мы сперва ищем тепловизионные объекты или хотя бы что-то теплое именно таким методом. Вытаскиваем фрагменты и предполагаемые пути противника и начинаем прокручивать, смотрим. При этом человек сидит, наблюдает второй номер и смотрит меня, корректирует. Выше, ниже, левее, правее, остановиться и все тому подобное. Это позволяет, во-первых, нас сложно спалить, потому что у нас максимум 1 рейка торчит, мы не отсвечиваем. Второй момент нашей же безопасности. После того, когда мы обнаруживаем бред, мы ее постанавливаем стационарно, то есть разводим ноги, плотнули ее и все, сидим смотрим. И этим самым мы определяем, сколько человек находится противник на позиции, время их смены и все тому подобное. работаем. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все. Субтитры сделал DimaTorzok